Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет болтологическое видео. И если вы любите такого рода видео, тогда вас приглашаю к просмотру. А если нет, ищите что-то для себя очень интересное. Как вы знаете, существует три темы, на которые можно бесконечно говорить. Это политика, деньги и секс. Сегодня у меня будет тема задета о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Так что берем что-то вкусненькое, вроде чая, кофе или сока. И приглашаю к просмотру, потому что болтать, как вы знаете, я очень сильно люблю. Так что видео будет длинным. Хочу начать с того, что эта тема на меня, знаете, наверное, по истечению какого-то времени меня накинула сама какая-то, я не знаю, ситуация. Не то, чтобы ситуация в жизни, а просто какой-то, знаете, ну просто пришла эта мысль, и я захотела об этом порассуждать с вами и послушать, наверное, в ответ потом ваше мнение. Почему я сегодня хочу задеть тему отношений между мужчиной и женщиной? Потому что я прихожу к выводу, наверное, к тому, что очень мало на сегодняшний день людей, которые на самом деле счастливы. Я это делаю вывод, потому что очень часто, гуляя по улицам нашего города, я замечаю, что когда идут парочки, я имею в виду муж с супругой, я не вижу в их глазах вот этого вот огня, который друг на друга люди смотрят, когда влюбляются. Вспомните себя, когда вы вот влюбляетесь, мальчик влюбляется в девушку, либо девушка, вспомните свои глаза, они у вас блестят, они горят, за километр ваш румянец виден, насколько вы просто горите этим человеком, насколько вы просто вот переполняетесь какими-то добрыми, замечательными эмоциями, вы готовы дарить тепло, любовь всем на свете, но в частности тому человеку, на кого упала ваша симпатия. А по истечению времени я поняла, что таких у людей очень мало, и очень редко сейчас можно встретить людей именно пожилого возраста, когда ты смотришь на них и понимаешь, что люди друг друга до сих пор любят, они друг без друга не могут. И знаете, они как лебеди такие, которые нашли друг друга и прожили всю свою жизнь, и они счастливы. Зачастую мы сейчас сталкиваемся с тем, я это вижу, по крайней мере, того, что люди живут по принципу, их что-то связывает, там дети, так получилось, так вышло, и по факту-то счастья в жизни у этих людей нет, и они несчастны, по своей природе уже идут. Но, наверное, проблема заключается в том, что изначально отношения между этими людьми, и эти люди устраивали отношения, не совсем правильно, потому что мы неправильно делаем акценты, мы неправильно воспринимаем ту информацию, которая на нас в тот или иной момент предоставляется для нас, и мы делаем выводы не такие, и все стереотипы, которые на нас сверху виснут, мы просто в них вот так вот в коробочке закрываемся. Мы же сейчас идём, знаете, в постсоветское поколение, даже не то, что постсоветское поколение, мы дети постсоветского поколения, вот я говорю за своё поколение, за детей 90-х, мы те дети, которые воспитывались по принципу того, что в Советском Союзе секса не было, и у вас его не будет, и девушка, она должна быть целомудренная, у неё должен быть один мужчина, ни в коем случае не должно быть мужчин-друзей, потому что это как бы не бывает, просто дружба между мужчиной и женщиной, а мужчину воспитывает по-другому о том, что у тебя должно быть много женщин, для того, чтобы ты выбрал свою единственную, чтобы ты, блин, мужик, как бы прожил свою жизнь именно с той красотой, которую ты себе выбрал там больше, после больших, огромных поисков, да, и по факту получается то, что и мужчина-то как бы от того, что он постоянно прыгал-прыгал и искал, он как бы когда и женится, он не приходит к выводу того, что он готов остановиться, он просто кайфанул от того, что постоянно у него вот эти беспорядочные связи, постоянно разные партнёрши, поэтому он как бы и в дальнейшем тоже продолжает изменять, а девушка от того, что ей вроде бы достался такой, она думает, ну блин, ну как бы постыдно сказать, что не повезло, и боже мой, постыдно развестись, как с этим быть, я сейчас ни в коем разе никого не побуждаю разводиться, и никого не побуждаю идти изменять, поймите меня правильно. Я хочу поговорить о том, что девочка, в момент того, когда вот она девочка, она более-менее уже начинает там, ей нравятся мальчики, да, вот это первое, вот это вот первые сказки про принцев, это когда каждая девочка, в какой-то момент времени она себя представляет принцессой, и вот наступает тот момент, она себе уже так рисует в голове о том, что она вырастет, она принцесса, к ней приедет, прискачет на коне её принц, он её поставит на коня, и они ускорчат в светлое будущее, да, и вот она вот с этой картинкой, идеологией того, что родители ей, вот эти вот постсоветское поколение, ей объясняют о том, что вот в наше время там нельзя было вот это, вот и юбки-то вот коротких не было, и не гуляли-то, только за ручку держались, не поцелуев, ничего, и ты должна, чтобы не было позора на нашу семью. Я ни в коем разе не говорю о том, что вы сейчас должны заниматься беспорядочной половой жизнью, у вас должно быть куча партнёров девушки. Я говорю о том, что это не то, чтобы у вас должно быть много партнёров, просто нужно быть разборчивой в плане того, с кем вы ложитесь, с кем вы ложитесь когда-либо в постель. Я говорю о том, что в тот момент, когда девушка становится девушкой, когда у неё происходит первая влюблённость, вообще нужно отойти от всех этих стереотипов, и нужно реально думать то, что хочешь ты. Если тебе нравится мужчина, молодой человек, без разницы, какие твои предпочтения, и не нужно, я не говорю о том, что ты бегай, хватай его за ногу, тяни его к себе, и говори, я хочу быть с тобой, и да, пошли. Нет, я говорю о том, что нет ничего такого, мне кажется, постыдного, когда девушка открыта в своих эмоциях, когда открыт в своих эмоциях мужчина. Я не говорю о том, что нужно призвонить об этом на каждом углу, но если, к примеру, вы, девушка, да, ну, мне так кажется, девушка, ей нравится мужчина, молодой человек, мужчина тянется, молодой человек, это девушки, женщины, ну, девушки, будем сейчас говорить, вот тот молодой человек и девушка, они встречаются, у них появляется диалог, им хочется проводить время вместе больше, они начинают общаться, встречаться, да, и у мужчины, что первое, у молодого человека, когда он вырастает, у него, да, секс, ему нужен секс, то есть он вырастает, у него организм, тестостерон убьет ключом, у него интоксикация уже начинается, он начинает девушку, как бы так склонять к тому, что ему нужна близость, а девушка, от того, что она влюбленная, у нее там такие крылышки, бабочки, я на то, что представила, как они в старости под пледом возле камина сидят, она, естественно, от того, что она его шольет, она думает, ну, наверное, как бы в принципе можно и переспать, а вот глядишь, и что-то будет, она с ней начинает спать, и мужчина думает, блин, это у меня просто были гормоны, как бы я ей, собственно говоря, ничего не хотела, начинает ее бросать, девушка вся расстроенных чувств, все плохо, она там его любит, по итогу она не понимает, что происходит в ее жизни, это отдельная история, к чему я это говорю, когда молодой человек встречается с девушкой, и его захлестывают эмоции того, что ему хочется, именно половой какой-то, полового общения с этой девушкой, и вы не уверены еще на 100%, нравится она вам как вот девушка, а не как просто объект сексуального вожделения, существует древняя профессия, жрица любви, если у вас интоксикация идет, и вы встречаетесь с девушкой, блин, сходите туда, не портите девчонку, сходили туда, справились с вами, только. Вот именно с этой девушкой, вы этому заплатили, она заработала, вы отвели свою душу, вас отпустил момент вашего желания, в плане именно половой близости, вы пришли, встречаетесь с этой девушкой, вы уже более спокойно на нее смотрите, и думаете дальше, стоит вам с ней быть дальше, То есть вы её не тронули, у вас не было никакой половой близости, и вы, в принципе, можете трезво оценивать, хочется вам с ней быть дальше или нет. Вы там дальше встречаетесь и понимаете. Просто мужчина должен понять то, что в тот момент, когда он ложит рядышком с собой девушку, у него получается первая половая связь, для него может быть это просто секс, а для неё это может быть намного больше. И вот этот переломный момент того, что мужчина молодец, герой, он смог положить девушку к себе, а девушка автоматически просто становится непорядочной, потому что она уже начала заниматься половой жизнью, вот это вот идёт коса на камень, от которой уже девушке просто репутация начинает портиться. Поэтому изначально все отношения, которые начинаются строить между мужчиной и женщиной, они должны давать себе полный отчёт, нужны ли они друг другу для того, чтобы потом никому не портить ни судьбу, ни восприятие мира, чтобы не было высказываний того, что все женщины распутны, а мужчины козлы. Оно идёт вот оттуда, ещё изначально, так скажем. К чему я вообще это всё говорю? К тому, что сейчас, наверное, зачастую, в большей степени мы видим того, как мужчины относятся к женщинам, насколько они потребительски относятся, насколько институт семьи становится очень хрупким, сколько много разводов, измен, когда начинают люди уже жить вместе, когда у них начинается вот это, знаете, полное отношение полноценное, когда они что-то между друг другом не получают, и у них вот это вот идёт недопонимание, потому что они просто изначально до конца не решили, хотят ли они вместе быть, они не до конца решили, стоит ли им быть вместе. И, ну, наверное, то, что касаемо именно за дверями их спальни, они должны сами решать, чего они там хотят, чтобы просто и женщина там не убегала от мужчины в диком ужасе кричать, какой кошмар, и мужчина не бегал, не искал. Поэтому это, знаете, такая вот абсолютно тонкая ниточка, которая просто постепенно должна развиваться в толстый канат между мужчиной и женщиной, что их должно связывать. И эта связь должна быть ни в коем случае не ребёнок и какие-то, знаете, там денежные выгодные отношения, а именно эмоции друг на друге. Потому что когда мы друг к другу относимся непосредственно, когда мы вожживаем мужчину не просто физически, а вожживаем мужчину, чтобы он был с нами рядом, это совершенно другие эмоции, нежели просто желать физически мужчину. И также женщина, если мужчина хочет, чтобы с ним была та или иная девушка, он это желает, он делает всё, чтобы его девушка улыбалась, она хотела быть с ним рядышком, и чтобы у них институт их семьи, он рос здоровым. Потому что очень обидно, когда пары сходятся, очень обидно, когда они начинают расходиться, и когда они разочаровываются, вот эта вот печаль, тоска, либо по принуждению потом в дальнейшем начинают жить, от которого им становится просто очень-очень тошно, когда они уже и не могут жить вместе. И очень обидно, когда женщина открывает душу перед мужчиной, а мужчина к этому относится, «Ай, я сделал, она передо мной, всё, я могу идти дальше». То есть, знаете, те же мужчины, которые вроде и для себя ставят какие-то галочки, но не дают отчёт своим действиям. В первую очередь мужчина должен понимать о том, что когда он подпускает к себе женщину очень близко, когда он её ложит к себе, когда он хочет с ней близости, он должен сделать для себя акцент и понять в первую очередь женщину, как она относится к этому. Потому что все мы индивидуальны, у нас у всех своё в целом восприятие, но общие какие-то морали, они одни. Когда женщина становится, ну, давайте серьёзно, мужчина относится к сексу ради удовольствия, да, то есть это очень редко, когда мужчина относится к этому, от того, что ему классно с этой девушкой. Он кайфует, а не в плане того, что он что-то получил в конце, да, там кульминация какую-то, он кайфанул, и ему классно то, что это была рядышком эта женщина. Зачастую мужчина, мне кажется, получает удовольствие от самого процесса. И начинается вот эта, вы знаете, такая не очень красивая, не очень порядочная ситуация, когда женщина отдаётся ему, а он это не ценит. Поэтому, наверное, нужно просто для себя делать вывод, кому отдаваться и стоит ли это делать. А если мужчина, если вы уже получили то, что вы получили от этой женщины, вы просто к этому правильно отнеситесь и просто в первую очередь уважайте её и правильно излагайте свои цели по отношению к ней. И если она вам не нужна в дальнейшем для вашей жизни, не трогайте её, просто не трогайте. Не надо её провоцировать на поступки, о которых она в дальнейшем, возможно, будет сожалеть. А женщина сожалеет в том случае, когда она отдаётся, когда она открывается, а к ней плюют в душу, потом она закрывается, и ей становится очень плохо. Вы для себя думаете, что ничего страшного, всё пройдёт. Но мы должны всегда знать о том, что в этой жизни это просто огромный пумеранг. Когда мужчина делает плохо женщине, в дальнейшем у него появится дочка. И, скорее всего, с этой дочкой обратятся так же. Либо с мальчиком, когда мы обращаемся с мужчиной, как-то не очень порядочно. Вы должны делать отчёт того, что в этой жизни всё возвращается и может вернуться не вам, а вашим детям. Поэтому нужно всегда и во всём искать правильный компромисс. Нужно думать о том, что делать. Если мы решили, если девушка решила то, что она хочет быть с этим мужчиной, если её тянет к нему безбожно, если она уже просто сходит от этого с ума, им нужно просто с этим мужчиной договориться. Она должна сделать для себя вывод, что это такое бабочки в животе, какой-то тестостерон, гормон, либо это действительно желание. Если после того, когда у женщины происходит этого, либо у мужчины его тянет снова-снова к этой женщине, они должны в первую очередь между собой поговорить. Они должны понять, что им делать с этим дальше. Проще всего, как мужчины всегда делают, и многие женщины, когда они боятся отношений с этим мужчиной, они убегают. Но это неправильно. Бежать — это очень глупо. Когда мы убегаем, мы на своём жизненном пути встречаем ещё энное количество людей, зачастую мы их начинаем так цеплять, и вот этот ненужный багаж, который нацепляли, он уже никому не нужен ни вам, ни тем людей, которых вы нацепляли. Поэтому, когда какой-то у вас опыт в жизни появляется, общение, встреча, вы встречаетесь с мужчиной, либо вы встречаетесь с женщиной, с девушкой, вы должны до конца исчерпать эти отношения, вы должны до конца решить, вы должны разойтись настолько, чтобы вы просто, если даже где-то встретились, вы просто сказали «Привет» и пошли. Допустим, это был ваш брак, вы шли замуж. Нужно до последнего изжимать ситуацию для того, чтобы просто закрыть. Потому что вот это вот сказать «Ты мне не подходишь, я от тебя ухожу», «Ты мне не нужна, я от тебя пошёл». И зачастую, когда они уходят, они начинают потом сожалеть, не нужно было уходить, не нужно было вот этого делать. Прежде чем уйти, всегда нужно подумать, правильно ли ты уходишь или нет, стоит ли сейчас уходить или нет. Потому что уйти куда гораздо проще, убежать проще. Но вернуться потом и это всё обсудить, это намного тяжелее. И мужчины также в начале своих отношений, они попробовали, испугались серьёзно этой девушки, либо не уверены в своих силах. Им стыдно в этом признаться, то, что они не могут совладать с этой девушкой. Она не подходит к ним по темпераменту. Он не справляется с тем, что может даёт девушка. Он не может вывести её напор в плане эмоций. Он не понимает, как с ней нужно обращаться. Он не знает, что с ней делать. И он, знаете, лапки кверху, а девушка сей такая, «Я не поняла, ты вроде бы сказал, что это как бы это, а ты куда ушёл-то?» И она сидит и ждёт его. А он и еди-то боится, потому что он не знает. И вот такая вот замкнутость по итогу, когда идут стереотипность того, что замуж жениться нужно, выходят женятся, а там где-то что-то остаётся, и оно их ломает. И по итогу, чем мы старше становимся, тем больше мы начинаем думать. Так что как-то вот так вот. На этом я своё видео закончу. Это будет моя первая часть. Вторую часть «Ждите в скором будущем». Мы с вами там порассаждаем на тему того, что мы уже сегодня с вами обсудили. Мне будет интересно услышать ваше мнение насчёт того, что я сегодня сказала. Мне будет интересно послушать ваше мнение. И, конечно же, второе видео я уже сделаю, исходя из этого видео, если что-то получится. Но для меня эта тема, она является интересной. Это философия, в которой мне хочется размышлять, потому что мы все люди, которые ходим, мы все влюблялись, у нас у всех были эмоции. И так или иначе мы совершали ошибки. Только мы всегда боимся в этом признаться себе, что у нас была ошибка, и мы не знаем, что с этим делать. Но вот, девочки, прекращаю своё видео, потому что оно очень длинное. Увидимся в скором видео и во второй части этого видео. Всех люблю, целую. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, чтобы не пропустить нового видео. До новых видео. Всем пока-пока.